Все нормально. Значит, ну, на самом деле, вот 1775 шекелей, это гораздо меньше, чем 100 декар, это очень небольшая добавочка. И вот эти вот 1775 шекелей пошли на крючки для столбов и на изготовление такой серебряной проволочки, которой столбы для красоты отливались. А вот стойки каров пошли на изготовление подложей для столбов мешкана, для столбов красоты, для того, вот для такой основной конструкции мешкана. Эти стойки каров собирались следующим образом. Более на череп половина шекелей-пошекелей выделенности для каждого проходящего по подсчетам. Значит, перед строительством мешкана, несколько раньше, посмотрите в книге шмот, был предпринят пересчет народов, народа Израиля, пересчет военнообязанных мужчин. Значит, есть на эту тему много соображений мудрецов, но, в общем, главное, что вы должны запомнить, что, значит, команда по порядку номеров и считать для еврейского народа не проходит. И евреев нельзя пересчитывать, вот так. Первый, второй, третий, четвертый, по целому ряду причин. Есть много объяснений этого праздника. Значит, как Всевышний велел провести пересчет еврейского народа? Значит, каждый военнообязанный приходит и сдает половину шекелей. При этом специально оговорено, богатый не даст больше, бедный не даст меньше. То есть, а, конечно, может быть, что у человека нет денег. Все это бывает. Да, хорошо, значит, где-то там, за пределами счетной колиссии, ему нужно дать такую, чтобы у него были эти половины шекелей, чтобы, переходя в счетную колиссию, он мог положить в ящик свою половину шекелей. Значит, есть очень красивое соображение музыцов, почему именно так. Ну, во-первых, сказано в Медраше, что когда Всевышний велел каждому еврею дать половину шекеля, то он сам, Всевышний, добавляет свою половину. То есть, еврей должен понимать, что он сам по себе не является цельным и законченным. Что он становится цельным, когда он вместится Всевышним. Когда половина моя, а половина оттуда. И тогда вместе мы единимся. Если мы говорим по порядку номеров рассчитать, то, понимаете, какая штука. Кто-то может подумать, ага, я первый, а я второй, а я в первом десятке, а я там где-то там последний. Это неправильно. И когда мы с вами дойдем до недельного раздела, мы творим книги, творим, то вы увидите, что все евреи, будь то это князья, начальники карьер, или будь то это самые простые рабочаги, что называемые. Они абсолютно одинаковы в глазах Всевышнего. И нельзя сказать, я первый, а я там десятка. Это момент на нас. И теперь обратим внимание, что вот этот вот самый пересчет, он определяется не расчетом суммы шейки. Здесь, конечно, есть некоторый подсчет, вот сколько там, 1775 посчитания. А все остальное – это просто взвешивание. Еврейские народы взвешивают и говорят, что вес его 100 тикаров серебра. Это тикар, к слову, и шейкин, это единица веса. От слова, значит, вот взвешен тишкой, взвесьте мне на рынке фрукты, да, тишкольного каша. Пожалуйста, взвесьте. Так вот отсюда слово шейкин – это вес. А 100 тикаров – тикар – это такая в то время крупная мера веса, да, которая соответствует, сейчас я вам скажу, примерно 100 тикаров – это 300 тысяч шейкин. Значит, сколько там, если два нуля прибавить, ага, значит, тикар – это примерно 300 шейкин веса, да, а он же талант. Хорошо. А теперь зададим такой странный вопрос, и в разделе «В кудей» он не обсуждается, он будет отговариваться в книге «Ваикра», в третьей книге «Торы», там есть такое соображение. А вот если еврей поклялся своей душой, вот мною клянусь, только это не Всевышний говорит, это говорит рядовой еврей, что вот так, так и так, то на самом деле так поступать нельзя. Если человек, как бы вот, клянется собой, в запале такой, раз, я клянусь, то он должен привезти в храм, в мешкан некоторую сумму денег в порядке жертвы. И эта сумма четко оговорена в Торе. И будет оценка твоя, мужчины от 20-летнего до 60-летнего, то есть вот как раз призывного возраста, 50 шекелей телебра, по счетелю выделяется. Обратите внимание, что если в нормальном таком состоянии, правильно, еврей вносит половину шекелей, то в состоянии самовыточивания, самовыдевривания, вот я такой, я клянусь тобой, он вносит в храм 50 шекелей. И обратите внимание, вот на эту замечательную пропорцию. В 100 раз больше, да? 50 шекелей или пульшеньки? Коэффициент 100. Хорошо, запомним эту цифру и идем дальше. Вы знаете, послезавтра будет Рош Ходиш Адар, Адар 2, в смысле, да, сейчас это у нас заканчивается, Адар 1, послезавтра будет Рош Ходиш Адара 2. А там еще 14 дней и будет праздник Пурим. И с Пурим мы будем читать Меделад Эстер. И вот в этом Меделад Эстер написано, что Аман, премьер-министр Ахаш Вероша, хотел уничтожить весь еврейский народ. И там, я не буду сейчас об этом рассказывать подробно, это вы будете об этом читать в аккурат через короткое время, через две недели. И вот говорит Ахаш Верош, говорит Аман царю Ахаш Верошу, не угодно ли будет царю дать предписание уничтожить их, в смысле евреев. А я отвешу в руки служителей царя десять тысяч талантов серебра, чтобы внести в казну царскую. Значит, если вы посмотрите, так сказать, соответствующие античные источники, то талант и тикар – это разное название одной и той же меры веса. То есть за еврейский народ Ахаш Верош предмогает, фу, Аман предлагает царю Ахаш Верошу десять тысяч тикаров серебра. Стоп. Десять тысяч – это, если поделить на сто тикаров, вот они, сто тикаров нормального веса, и десять тысяч – выпендрёжного веса. Пропорция та же самая, как и здесь. Десять тысяч делить на сто равно сто. Десять делить на ноль пять равно сто. И подтверждением этой удивительной пропорции, удивительного совпадения, другая фраза из Вагилата ЦР. «Есть один народ, рассеянный среди народов». Слово «рассеянный» можно перевести по-разному, можно сказать разделённый, можно сказать разобщённый. То есть евреи в эпоху Ахаш Вероша, в Керсидской империи, были рассеяны и разобщены. И каждый ощущал себя не частью еврейского народа, вот тем полушетелем, который объединяет его со всем народом. А каждый ощущал себя сам по себе. И вот оно тогда за каждого 50 талантов, простите, 50 шителей, а за всех вместе 10 тысяч талантов. Больше, чем 100 тикаров серебра. Составление, надо сказать, удивительное. И давайте заметим, что в истории никогда ничего случайного нет. «Вся эта ситуация, как ни странно, была чётко предсказана. Книга дворин, предпоследняя глава А.1, песнь Маше, которую он подарил народу Израиля перед тем, как умереть. Что может произойти с еврейским народом? Предсказывает Маше, со слов всевышнего, разумеется. «И разжирел Ешуму, и взбрыкнул, разжирел ты, растучнил ты, покрылся ты, и оставил Элмуа, единственное число от его им, сделавшего его, и унизил от его спасения своего». То есть Маше предсказывает, что могут возникнуть ситуации, когда успешное существование, а евреи в Турсидской империи жили очень даже неплохо, так же, как, скажем, последний возведитель. И вот это вот успешное существование, когда хороший оформился, когда все просто классно, приводит к тому, что Ешурум, Ешурум — это еще одно название нашего прадца Якова, он Яков, Исраиль и Ешурум. И, значит, вот разжирел Ешурум и оставил Элму, оставил своего Всевышнего и унизил оплот спасения своего. И вот результат, к которому это может привести. То, о чем мы и говорим выше. Извлечение от этой ситуации — это такая, образно говоря, духовная диета. Это может быть 3 дня по рецепту Мигелата Стер, это может быть 40 лет по рецепту пустыни, и это может быть 2000 лет в самом тяжелом случае после нашего рассеяния в последнем нашем балуте. И вариант только один. Или единство, нашего народа, или гибель, как следствие вот этого разжирения и уточния. Причем я обращаю ваше внимание, что все эти ситуации заканчивались одним единственным способом. говорит Эстер Мордыхаев для того, чтобы спастись от Амана, чтобы еврейский народ был спасен. Иди и собери всех евреев. То есть вот эти вот разобщенные единицы надо снова собрать вместе. Это рецепт Мигелата Стер. Что происходило в пустыне? Помните, мы с вами это уже обсуждали в соответствующих разделах, что из Египта выходят толпа рабов, где каждый сам по себе, где каждый думает о своем, принимает свое решение. А потом и сказал Исраэль на сеть Ваишма сделаем и будем понимать. И сказал, как один человек возникает вот это вот единство. И каждый раз вот в каждой такой тяжелой жизненной ситуации, если мы понимаем, что цена каждого вовсе не 50 шекелей, а всего-навсего половина шекеля, но это шекель выделенности, то тогда все будет хорошо. И последнее, что я хочу сегодня сказать. Мне, честно говоря, было очень тяжело готовиться к сегодняшнему вечеру, потому что все мои мысли находятся там, где родина моих родителей, их малая родина, где кладбище, на котором похоронены пять поколений моих предков с середины 19 века до середины 20 века, и где яма в городе Сновск, где засыпаны десятки моих родственников зимой 1942 года. Вот там сейчас идут бои, там сейчас новые фашисты стреляют ракетами, танками, и прочее, и прочее. Я абсолютно уверен в том, что послезавтра начнется месяц благодарствах. Я точно знаю, что через две недели будет Пурим. Я очень сильно надеюсь, что где-нибудь в Александровском саду около Кремля или в Таинистском саду внутри Кремля найдется дерево высотой 50 амот. А все остальное в Медилат-Стэр. Амэн. Спасибо за внимание. Амэн, Сэла. Презентацию, плиз, ты можешь закрыть? А, да, конечно, закрываю. Какие есть вопросы? Да. Народ, вопросы? Либо по материалу, либо по дереву в саду. Ну, по дереву через две недели мы как бы выпьем на эту тему. Окей. Ну, хорошо, давайте сделаем так, если вопросов нет, перейдем к следующей теме. Хорошо? Так, Юра, я оставляю телефон, мы тебя будем слышать таким макаром. Да? Окей. Выключай. Ну, да, но можешь выключать, да, Беседор Гамов. Выключить, я тебя слышу вновь. Да, 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 Беседор Гамов. Да, я хотел такую вещь. Да, во-первых, я хотел, Юра с этим как бы закончил, я хотел тоже два слова как бы просто сказать, что действительно у нас совершенно чрезвычайная ситуация, у нас у всех, мы все душой, сердцем, мыслями, глазами с Украиной, мы все надеемся, что это чудовищная война, развязанная преступным режимом, она будет закончена, преступники нанесут, или понесут достойное наказание, мы страдаем, сострадаем со всеми, в том числе с пушечным мясом, русскими солдатами, которые гибнут непонятно за что, и то чудовище, которое развязало эту войну, оно должно прекратить свое существование. Такое мое мнение, я думаю, что я выражаю мнение участников так же. На какой-то более-менее немножко другой ноте хотел сказать, совершенно потрясающий Гилгулим, который головой понять невозможно, вот только что по телевидению была передача о том, что внучка бабушки, бабушка Ницеладшуа, то есть спасшаяся во время катастрофы, ее спасла украинская женщина. Так вот, сейчас эта внучка из Израиля, она спасает дочку этой бабушки, которой было присвоено звание Хасидату Моталлам, праведница народов мира. спасает ее и ее племянницу от русских войск, пытается перевезти в Израиль. Можете такое представить вообще, что, не знаю, отчитывая назад ленту историю, не знаю, люди могли предсказать, не знаю, пришествие марсиан с более как бы правдивой вероятностью, чем то, что происходит сейчас. Умом это не понять. Окей, ну, хорошо, это была первая часть, вторая хотел сказать, я, может быть, перейду, начиная с этого урока, вот на некоторую немножко другую форму, надеюсь, она как бы не будет слишком вас напрягать, скажем так, не то, что мне даже проще, хотя это тоже правильнее, мне кажется, правильнее читать все-таки источник, я надеюсь, что многие уже знают иврит, и во всяком случае звучание иврит, и все дальше, и очень близко как бы первоисточнику, мне кажется, что в этом есть определенный большой смысл. Окей, теперь переходим, значит, вот уханал парад эта статья называется Динвэхэжбон, Динвэхэжбон, я все время стараюсь делать аллюзии как бы современным ивритам, мне кажется, в этом тоже есть смысл, вот Динвэхэжбон это два слова по-русски, Дин это суд, хэжбон это ну, как бы счет, вот, по-русски называется, по-русски переводится отчет, вот государственный контролер, который делает отчет, называется Динвэхэжбон, если есть государственные комиссии правительственные, которые разбирают какие-то ситуации, вот, это все называется Динвэхэжбон, и вот наша Пороша Пкудей, один из ее аспектов действительно очень интересный Динвэхэжбон, и так начинает Ханан парад, Порошат Пкудей, Шманаэла, да, вот этот недельный раздел Пкудей, говорит, Шманаэла, то есть, как бы, у нее хорошее название, Шманаэла, Шэхэну сэхэтии, Бэмивкад, Шиклея Кэсэв, потому что, чем она занимается? Она занимается Мивкадом, а дальше будет Ханан парад объяснять, и я тоже немножко добавлю, Мивкад очень интересное слово, пересчетом, грубо говоря, в данном случае, да, за А, Вэныхошэк, серебра, золота, меди, Шинидрышилы, Масэ Мишкан Бэкилаф, которым было необходимо для создания Мишкана и его утвари, скажем так, по-русски, да, и дальше даже говорит Ханан парад, Амнам ешлы цаенки, абитуэ Мивкад, но стоит отметить, что вообще выражение Мивкад, Шагур бэфину бэдэрах клаль, бэяха слабны адам, но вообще слово Мивкад чаще всего в обычной речи относится к людям, я от себя добавлю, например, Мивкад ухлусин, это перепись населения, Мивкада, что такое Мивкада, это командование, что такое Мефакет, это командир, что такое Пакут, это подчиненный, и очень-очень много существительных вот от этого слова, от этого корня, да, и не имеет отношения к неодушевленным предметам, ах, Рауи, ах, Рауи Амишкан, он говорит, Амишкан, скинье Завета, да, Рауи достойна того, чтобы в ней существовала, обитала, шхина, божественное присутствие, и достойна она того, дополнительного уважения, чтобы ее утвари и инструментари были пересчитаны так же, как пересчитываются люди. Дальше. И вот он очень интересно говорит, Альна Куда Зуумет Сфорна, Вебетах Поршата, и Новый Ках Дворат, и говорит, этим занимается, или это отмечает комментатор Сфорна, вначале нашей Порши, так он говорит, Коль ехат мишлоке Амишкан, הם אותам апкудим, שנемарь алеям, у бешмот тевкеду, у бешмот тевкеду, эт клей, мишменет, мишкам, бият и Тамар. Говорит, Везе, ки коль ехат меем, ая Рауи, лейот нахшав, влеякара бешем. Почему? Потому что было сказано, сказано, коль ехат михелке Амишкан, каждый из предметов утвори Мишкана, эмо там апкудим, они, каждый из них, вот они называются этим самым апкудим перечисленным, как сказано про, как сказано про них, немножко странно, да, у бешмот тевкеду, и именами эй, этими будут перечислены, то есть как будто речь идет, речь идет о одушевленных предметах, вот такое интересное объяснение, а теперь, как бы, такое, не то, что моральное нарубучение, но интересная, вообще моральная подкладка вообще этого пересчета, пишет Ханан Парад, называется так, «Маю лицане Адор умрим», лицане Адор – это насмешники, лицан – это насмешник, есть такое выражение, лицане Адор, насмешники поколения, грубо говоря, те насмешники, которые были в то время, что говорили лицане Адор, вообще само это перечисление, самого смысла, он вызывает удивление, чем? Ведь мы уже занимались подробным пересчетом всей утвари, всех предметов, инвентаря, и так дальше, в предыдущих недельных разделах. А какой смысл в том, чтобы опять возвращаться, суммировать и резюмировать то, что уже было сказано, а им не драш Моше, и говорит, «О, а было ли потребовано от Моше, или потребовалось от него, но сафаколь-то вкидав, в дополнение ко всем, видите, тоже слово, интересно, вкидав, в дополнение ко всем его обязанностям, его должностям, льет гаммина эхишбон», ну, это как бы с юмором сказано, также быть как бы бухгалтером, «велая геет коляос асимбитаралы, сакем туре миспар, туре миспарим юашим», заниматься тем, чтобы как бы занимать всех, кто занимается Торой, да, кто изучает Тору, тем, чтобы они составляли сухой бухгалтерский отчет, да, о, как быть, предметах, зачем вообще все это надо? Ой, теперь смотрите, как интересно, пишет, «Бе вода не талим цо ремазим гасудот, бе миспарим шилатсмам». Да, конечно, наверное, можно найти какие-то дополнительные смыслы и тайны в количестве, в численном выражении вот этой предметы, фунтвери и инвентаря, и так дальше. «Авальба мидраж танхума», «но», отмечает, «но в мидраше танхума, бетхилата параша, нитанлы дох шемедишмаше, в начале мидраж танхума, известный мидраж, в начале недельного раздела, нашего недельного раздела, Пакубей, вот этому отчетностью, которую дает Моше, там, колелю пашут, дается совершенно другое объяснение, «там» – это вкус, но с другой стороны, «там-там», то, что по-русски невозможно перевести, «там» – это еще и смысл, но по-русски «там» – это и вкус тоже, «там-аохаль» – это какой вкус еды, или когда человек говорит «там-те», «я что-то попробовал», либо человек даже приходит на дегустацию, называется «пеймот», но «там» – это также и смысл, потому что когда человек говорит «там-те», какой в этом смысл делать, здесь идет про вкус, так он здесь идея, он говорит, придает этому совсем другой смысл, посмотрите, какой красивый и даже как бы настораживающий стерилистический разговор происходит, и так, и так говорит Медраж, а почему вообще Муше занимался этой бухгалтерией, ведь святой, благословенное имя его, он ему доверяет, Муше, как сказано, «и не таков раб мой Муше, который на иман, он верен мне, во всем моем доме». Это книги Бамидвар, можете посмотреть, 12 глава, 7 стих, а что Муше говорит? Муше говорит, «Боуасуи ми хежбон», вы что, хотите прийти и делать со мной хежбон, то есть как бы присчитывать меня? «Эле шешама Муше, Исраэль медабрим мяхара». Смотрите, какая потрясающая штука, казалось бы, довольно как бы, ну не знаю, банально бытовая, но вообще говоря, потрясающе интересно, да, что говорит Медраж, говорит Медраж, что Муше слышал, Исраэль, слышал каких-то евреев, которые говорят за его спиной, «Мяхараф», «Айумрим», что они говорят? У вас сейчас наверняка будет улыбка, но улыбка на лице, когда вы услышите, что они говорили. Они говорили, «Рэд Савар». Что такое Савар? Тимофей, что такое Савар? Что такое Рэд? Не скажу. Савар? Ше? Говорит, «Рэд Савар». Говорит, «Посмотрите, какую шею отъел». Вот мне пришло, кстати, в голову, русское выражение, «Смотрите, какую шею отъел». Правильно? Ведь так говорят. Говорит, «Буквально поэтому Медражу». Говорит, «Рэд Савар». Посмотрите на его шею. Рэ шокаем. Да посмотри, какая она. Я не хочу сказать задницу, да? Шокаем. Это типа бедра. Говорит, «Посмотрите на его бедра». И дальше объясняет. «Охэль Мишель Йудим». Он ест от евреев, в смысле от нас. «Во шоце Мишель Йудим». И поет, и пьет от евреев, то есть от нас. «Вэкой маши ешь, он ему говорит, парень, ты чё думаешь? Адамши шаламат млех Мишкан». Он говорит, «Чувак Моше». Он вообще был этим прорабом. Он начальником был над всеми работами. «Эй, ты чё думаешь? Он не разбогатеет?» Нормальный разговор, да? То есть, совершенно потрясающий разговор. Вполне как бы на соответствующему духу любого времени. Да? Теперь дальше. «Киванши шамам Моше кен». Амарлайн. Из-за того, что Моше это слушал, он им сказал «Хаехэм». Хаехэм – это тоже потрясающе. Суренри тоже говорят. «Хаехэм». Он говорит, «Да вы что?» Он говорит, «Хаехэм». «Да вы что, ребята?» Он им говорит, «Хаехэм». Он говорит, «Так, ребята, слушайте. Миша Мишкан нигмар». Когда заканчивается, он не стал с ними спорить, не стал объяснять про шею, про бедра, не знаю еще про что. Он им сказал, «Нет проблем. Когда закончится Мишкан, они у Саехэм Хэшбон». Я вам представлю полную смену, я вам представлю полную отчетность. ше неймар, как сказано, эле пекудэ мешкам. А вот откуда слово пекудэ. Шамуше, поэтому мидраш он им говорит. Вот полная отчетность. Потрясный мидраш. Теперь дальше. Он говорит, из этого мидраша как бы проистекает картина совершенно как бы грустная, да, и даже и горькая, и неприятная. Сидят какие-то люди вообще, бездельники, да, болтуны. И вообще наводят на муша поклёб без всякого, как бы, без всякого для этой причины. А дальше ставится большой вопрос. И что таким людям муша должен давать динга хэшбон, он должен давать им отчётность, он должен давать им ответ. И тогда сейчас начинается как бы большой разговор о том, а нужно ли большое должностное лицо, скажем так, или еврей, который занимается большой работой, да, важный человек, должен ли он быть подотчётным. Даже если про него знают, совершенно честный человек. А дальше объясняет. Чувата мидраш брура. А вот как на это отвечает мидраш. Потрясающий вывод. Даже таких, как бы, низких людей, которые приводятся, вот эти вот разговоры, которые они говорили, неправильно от них, как бы, абстрагироваться, отстраняться. Потому что такие люди, они могут находиться в любых прослойках общества. Их слова могут доходить и находить путь к сердцу многих. И поэтому неправильно человеку, ишцибур, неправильно общественному деятелю, довольствоваться только беакара, как бы, сознанием того, ки маасав и шарим беене луим. Почему? То, что его деяния, они прямы в глазах Всевышнего. И ему следует осуществить сказанное. А что сказанное? Посмотрите, какой потрясающий посуд приводится. Вы можете проверить книги Бамидба, 32 глава, 32 стих. Сказанное. Видите, слово «мисраэль» здесь подчеркнуто, а именно. И будете вы чисты перед Всевышним. А дальше написано «мейсраэль». То есть не только перед Всевышним, но и перед Исраэль. Это потрясающе. Как бы, зачем это дополнительно сказано «мейсраэль»? Вполне было сказано сказать. «Мяшэн». Вахэн, мяа пасука зэ, лумэдата гмара бемасахет йома. И действительно, из этого пасука учится в гмаре, в трактате йома. Потому что тем, кто должен заниматься общественной работой. Им следует... Интересно тоже, это слово очень часто повторяется. Видите, тоже написано «ле акпит». А у нас «пэ кудэй». Здесь поменены местами две буквы «пэ» и «кув». И это часто дает основание сказать, на самом деле, смысл. Он где-то, где-то близок. «Ла акпит», «ла акпит». «Пэ кудэй» мы сказали, это пересчет и так дальше. А вот переставив две буквы, получается «ла акпит». А что такое «ла акпит»? «Ла акпит» – это означает тщательно относиться. А «кпада» – это тщательность. Общественные деятели должны «ла акпит», «владагдэк». Они должны тщательно относиться. «Владагдэк». Это относиться во всех, как бы, подрох, во всех деталях. БМСМ в том, что они делают. Клопей-худс. Представляя это наружу, тоже делая свои деяния прозрачными. То та самая трансперенция, на котором построено демократическое общество. И опять же, не уходя в сторону, и понятно, что это несравнимые вещи. Но когда мы видим ситуацию, когда есть люди, либо человек, который стоит на вершине пирамиды, и он совершенно безотчетный, и нет никакой прозрачности, какие чудовищные вещи он может делать. Понимаете? Насколько важно, насколько важно, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот отчетность. Опять, отчетность не только… Сейчас, Лена, секундочку, я должен выключить. Да. Не отчетность, даже если человек предполагает, предположим, что у него в мыслях есть о том, что он делает что-то благое, или это имеет какой-то смысл. Ни один тиран, по-видимому, в своих глазах, он не видит себя чудовищем. Но он должен давать отчет, как здесь сказано, Баидим Накиим, Мяшем, Мейсраэль, он должен давать отчет своему народу. Представляете, какая мысль потрясающая? И сколько бы чудовищных деяний, включая то, что происходит перед нашими глазами, их бы не было, если бы человек давал такую отчетность, которую давал Муше, пересчитывая все свои деяния. Окей, идем дальше. Так что говорит Гмара? Она дальше перечисляет, мы, может быть, пропустим это, она перечисляет, как себя вели люди, которые занимались выпечкой Лехем Паним, то есть это хлеба, которые были представлены в храме. Так вот, была специальная семья, которая занималась выпечкой этих хлебов. Про них сказано, Меолам, Лоница, Пат, Накия, Беят, Бенем. У них никогда не находилось как бы свежего, хорошего куска хлеба в руках их детей. То есть в семье. Шилой, Ямру, Мима, Се, Лехем, Ап, Ним, Зе, Низу, Ним. А, потому что эти питаются Ат, Лехем, Паним. И приводит второй пример, те, которые готовили Кторет, да, называется Бейт, Афкинас. Вот эти Афкинасы, это та семья, которая готовила Кторет. Они сказаны, Меолам, Лоница, Кала, Меусемик, Ме, Бе, Де, Эм. Никогда не выходила, ну, дословный как бы свежий период, надушенная, в смысле, духами, невеста из их дома. Шилой, Ямру, Мима, Се, Акторет. Митбасмин. Это они от того, Кторета, Которе, они готовят. Они делают для себя как бы этот самый адекалон. Понимаете? Окей. Теперь дальше. Очень интересный разговор. Сейчас у нас продолжение. Говорит. Хотя Аллаха, Аллаха, она такая, что тот, кто занимается сбором пожертвований, это, как вы знаете, такую должность в синагоге ведет человек, который называется Габай, Габай, который собирает цдаку, он не обязан давать дин вэхэзбон, аля кэсэвшэны сапальядам, не обязан давать отчет тем, кто сдает цдаку, и об этом сказано в Масэхэте Баба Батра, и Баба Батра Коват, и так пишет Барайта, дополнительное объяснение к этому месту. Эн махшэвин бы цдака, им Габай цдака, вэло бээгдэш им гизбарин. Не надо. Если в Цибуре считаешь, что Габай, он честный человек, то от него не требуется давать отчета, да, ему и его бухгалтеру. Но тем не менее, несмотря на то, что так сказано, вэло их ашвуэта анашим ашэр, ну, это кэсэв альядам, чья сладет, лоусэя млаха, ки эбээмуна эмусим, окей? Говорят, что, как сказано в книге Малахим, ло их шивуа анашим ашэр, не будут подозреваться те люди, не будут подозревать те люди, которые дают деньги, да, для тех, кто будет выполнять, как бы, работы на вот эти общественные работы. Ки эбэмуна эмусим. Почему? Потому что они, как бы, с верой и с правдой это делают. Но тем не менее, тем не менее, ах бы коль маком пусэк атур, но комментатор атур, да, он, тем не менее, выводит такое, такое, такое постановление. Габаэт здака, габаэт здака акширим эмныгды ким ахреэм. Уми коль маком бдэй шиээн и ким, мэашэм уми Исраэль, тофлаэм шиэтну хичбон. Габаэт здака, те, кто габаи, которые собирают здаку, акширим эм, они, кширим, то есть они достойные своей работы, они праведные люди. Эмныгды ким ахреэм. Не присчитывают за ними. Уми коль маком дэй шию нэ ким, мэашэм уми Исраэль, тофлаэм шиэтну хичбон. Но тем не менее, для того, чтобы они были чистые, и опять повторяется, повторяется вот эта парафраза на этот пасук из книги Дворим. Да, книги Дворим. Для того, чтобы они были на ким чистые, мэашэм, то есть в глазах как бы Ашэма, и в глазах Всевышнего, ими Исраэль, и от народа, тофлаэм шиэтну хичбон. Правильно, чтобы они давали хичбон. И такой вот этот вывод, что те, кто делают общественные работы, они должны быть на ким от Ашэма, от Всевышнего, и от Исраэля. И поэтому правильно давать димы хичбон. И дальше. Я не буду сейчас подробно читать, просто скажу здесь вот еще очень интересную вещь приводит. Это молитва хана. Молитва хана. Молитва хана очень известная. Это когда она пришла молиться за то, чтобы у нее был сын. И у нее родился сын, который пророк Шмуэль. Кто помазал на царство Шауля. И там известна была такая очень интересная как бы сценная ситуация. Потому что неправедные, нехорошие. Куэль, который был в то время Эли, он ее заподросил в тем, что она как бы пьяная. Она пьяная. И как бы очень резко и нехорошо ей выговорил. И сказал ей так. И сказал ей, или подозревал про нее, что она нетрезвая. Сколько же вы будете пить вообще? До какого времени вы будете так напиваться? Перестань пить, или убери это вино от себя. Потому что Хана молилась, видимо, очень страстно. И бормотал, или как-то не знаю. В общем, это было очень эмоционально. И он совершенно к этому отнесся некрасиво. И заподросил его в этом. И вот дальше, дальше очень интересные ответы Ханы. И почему он перекликается? Хотя, как оказалось, тематика далека от общественных работ. Она не обязана была давать ему отчет. Она не обязана была давать ему отчет, потому что она знала про себя, что она не пила никакого вина. Она чиста перед Всевышним. Но, но, как бы в ее глазах было правильно сказать это, как бы проговорить это устами, для того, чтобы все, или, или, а не убить их в том, что она как бы права. Хотя она была не обязана сделать. Она ему сказала. Сказала очень как бы тихо, мгновенно, но словами, которые как бы достают до души. вы томы. Она ему сказала. Ло, Дони. Нет, нет, мой господин. Иша кшатруаха, нохи. Кшатруаха, это имеется в виду, что я женщина, которая, кшатруах, не знаю, я думаю, одухотворенная, в том смысле, что она не подчинена, независимо от материальных, от материальных страстей, скажем так. вы яин, вы шехар, лошатите, и не яин, ни вино, ни как бы опьяняющие напитки, лошатите, не пила. Вы шпохать, навши лифняшин, а я изливаю мою душ перед Всевышним. И из этих как бы слов умиротворяющих, которая пытается как бы уговорить Ильис и объяснить ему и сказать, почему она себя так вела, выводит, выводит Раби Элиеза, Масахи-Брахот, как он говорит, Микан, вот из этой молитвы, из знаменитой молитвы хана, Микан, ле нехшат бедварши эйнбо шицарих леодио. И из этого следует, что человек, который нехшат, которого подозревает бедварши эйнбо, подозревает его в том, что он не совершил шицарих леодио. Правильно, правильно, если он это скажет. Если он объявит, как сказала хана, и подтвердит, что она это не делала. Для того, чтобы быть чистым, не только перед Всевышним, как человек ощущает это сам, как не сделающий, не делавший то, в чем его подозревают, но точно так же, чтобы остальные убедились в том, что он прав. Ну вот как бы там у Раф Ханана еще есть некоторое продолжение, но в принципе, вот эта вот основная тема, мне казалось, как бы это очень важно и в каком-то смысле очень на тему нашего дня. Опять же подчеркиваю, что если бы мы были свидетелями того, когда правители, они бы вели вот такой отчет перед своим народом, да, как сделал Мушей, Мушей давая им точный отчет в своих делах, да, и не скрывая ни своих намерений, ни потери, ни, не дай бог, убитых, ни все, все, что происходит, ситуация была бы, я вас уверяю, совершенно другая. И поэтому они так, как делал Мушей, они этого не делают. И поэтому, поэтому им не верят, и поэтому они заслуживают наказания. Ну, вот как бы это то, что я хотел сказать. Окей. Господа, если есть какие-то вопросы, я готов с вами обсудить. Окей. Натана, я правильно помню, что, по-моему, у Эли был вот этот вот эфот, и там как бы высветились буквы, и он их интерпретировал как шикра, ну, пьяно, а это на самом деле было как кисара, ну, как сара. Да, да, да. Неправильно интерпретировал. Да, да, да. Есть такой метраж, ну, как бы, я как бы небольшой специалист по Танаху, но эта тема, она как бы там известна, да, что это Тели, они были, вели совершенно предосудительные, и его дети были, в общем, они там женщинами занимались, и все, и он кончил Тели плохо. Это как бы известная история, но вот эта вот с Ханой, которая пришла, вот эта вот ситуация, это опять же человека подозревают в том, что он знает, что он не делал. И тогда возникает вопрос, а должен ли человек отчитываться при этом? И мы видим на примере Хана, и мы видим на примере Муше, что это правильно сделать, когда человек раскрывает все карты и говорит. Вот такая ситуация. И отсюда покудей. Окей? Был вопрос, вот мы говорим, что правильно человеку как бы заявить, что он чего-то не делал, но есть и другое мнение, что когда человек начинает оправдываться, какие-то подозрения вызывает. Ага, что-то он тут оправдывается, может, он все-таки в чем-то виноват, где вот эта грань провести? Смотри, я не знаю, мне кажется, человек дает, смотри, ведь интересно, смотри, я тебе постараюсь ответить, как я понимаю, недаром это называется пикудей. Пикудей, пикудей в том смысле, что это отчетность. Если человек говорит общие слова, ребят, ну что вы меня подозреваете, все нормально, мы все свои люди. Знаешь, наверняка такой отчет, такой ответ, он только создал под дополнительные доказательства либо убеждения, что он таки да, нас проводит. Но человек дает точно отчет, знаешь, как сказал муж Шея, пошло столько-то серебра, пошло столько-то это, пошло-то, ты отбиваешь себе аргументы. Наверное, так. Поэтому отчет, отчет, он должен быть по делу. Как мы видим, покудем, потому что иначе совершенно непонятно, зачем уже надо, зачем уже надо было по новой, по новой все пересчитывать. Вообще вот это все, да, окей, вообще мне кажется, потрясающий разговор, который якобы происходит со спиной, который говорится, Керезе Цаварешлу, смотри, какая у него шея есть, Керезе Шукаймешлу, смотри, какие он бедры вообще отъел. И потом говорит, а что ты думаешь, человек, который работает на мешкане, он что, не разбогатеет? Ну, это просто, слушай, живанецкий какой-то, мне так кажется. Во всяком случае, вполне актуально во все времена. Окей, ну, хорошо, если больше вопросов нет, давайте на этом закончим, опять же, с молитвой и с просьбой ко всем, кто имеет отношение, кто находится сверху, кто находится внутри этих событий, чтобы это прекратилось, чтобы эта чудовищная война прекратилась. Окей, все, всем счастливо, до свидания. Амин. Хороших новостей, пока. Спасибо. Счастливо, всем счастливо, пока, ребята. Спасибо. Пока, 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 пока. Счастливо.